15 февраля 1989 года последние группы советских войск покинули Афганистан. Почти 10 лет длилась та война. Война, на которой, по официальным данным, погибло 14 тысяч советских солдат. Для всех, кто побывал там, Афганистан остался в памяти навсегда. В преддверии 25-летия вывода советских войск из Афганистана в Центре профессиональной подготовки Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие ветераны-афганцы и личный состав школы милиции. Подробности в нашем первом сюжете. Сегодня самым молодым воинам-афганцам лет по 45. Четверть века минувалось тех пор, но и сейчас многим из них снится та война. Попав в 80-е из мирной страны в пылающий Афганистан, воспитанные в духе патриотизма, на рассказах своих отцов и дедов о Великой Отечественной войне, они выполняли интернациональный долг. Виктор Сверидов служил в Афганистане с 1984 по 1986 год в войсках особого назначения. Участвовал в операции в ноябре 1985 в Панджере. Он занимался вопросами радио перехвата разговоров душманов, наведения наших разведчиков, наших поисков на ликвидацию. Поэтому, в общем-то, был непосредственно в гуще всех этих событий. Тысячи сотрудников органов внутренних дел прошли Афган. Этому посвятили фотоэкспозицию, которая разместилась в фойе центра. На каждом снимке история, которую необходимо помнить и передавать из поколения в поколение. Люди без истории, они не имеют будущего, можно так сказать. А здесь цель таких мероприятий – это действительно напомнить, какая история у нас была, какая была тяжелая война. И нет у нас в России ни одного человека, у кого бы это ни коснулось. Сегодняшние ребята, они точно такие же патриоты страны. Только мы, поколение, должны воспитывать и учить на традициях прошлого времени. Вечер состоялся благодаря администрации и Совету депутатов городского поселения Видное, а также руководящему составу Центра профессиональной подготовки. На праздники прозвучали песни об Афганистане в исполнении артистов эстрады. Юлия Погасен, Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.